Ну, по-простому я, так сказать, могу и как бы сам сделать. Вы знаете, я, давайте я выпишу, короче говоря, вот я вот, так сказать, цифры эти выпишу, матрицы, так скажем, да, чтобы по-простому было каждому человеку после третьего, да, а потом каким-то образом, что-то я не знаю, ну, надеюсь, Наташа напишет, там, может, мои координаты там, я не знаю, и мы можем, так сказать, побеседовать отдельно, или когда закончится. Вот, да, так вот, body-mind spirit, так вот, body это, ну, как получить рабочую специальность, только вместо пяти лет, пять месяцев можно. Вот так я обучаю, у меня есть люди, которые учатся, в общем, никогда не обучал русскоязычек, на самом деле, я все-таки как-то здесь обучался на английском языке, но подход интересный, понимаете, экономические показатели, а финансовые какие-то, все вот эти вот, то, чему обучают в колледжах, в школах, это везде, а хоть один человек мне, пускай, покажет, где учат, как анализировать графики, а в графике все уже вложено, вот как в чарте все вложено, понимаете, вот в натальной карте все вложено уже, вся ваша информация о вас, так и там все вложено, что-то тебе голову дурить и вот это вот, сушить мозги, это изучать. Для чего вопрос? Чтобы прийти на работу, опять же, вступить в товаро-денежные отношения с работодателем, получать свой кусок зарплаты, да, но не выполнять свое предназначение. То есть я этому уделяю время, то, которое мне надо, если я за 15 минут там заработал там себе, там, ну, можно посмотреть, кстати, там много было, ну, Дэн Кик, это называется, Майкл Мелех, можно идти на Ютьюбе, там много на самом деле это было, презентации там было много. Кого это интересует, пожалуйста, нет вопросов. Вот, тоже, кстати, подарки во многом. Да, так вот, и как бы все это можно делать, а дальше ты уже делай, что хочешь. То есть я делаю, чтобы все это крутилось у меня, потому что стоит 3000, больше 3000 в месяц долларов, естественно, вот это помещение, а плюс мне еще там, мои же, как-то жить надо в доме и так далее, а мы ликвидировали все эти вещи, поскольку я пришел к выводу, что выполнить свое предназначение, оно важнее, это высший закон, чем, ну, получать свою зарплату, которую нам кто-то предопределил, или мы так подумали и так посчитали. Не знаю, это, еще раз, я не предлагаю никому следовать моим путем, но я для себя его вычитывал, потому что, ну, я могу сравнивать все-таки, это же я прошел, как бы, на себе, и я знаю, что это работает, и я знаю, что есть люди, которые, ну, если они следуют. Опять же, следовать тяжело, понимаете как? То есть раньше были вот эти гуру, учителя, и там вопросов не было вообще. То есть оспаривать? Я вам столько могу привести физический притч, которое вот, огромное количество, не хватит тут и двух дней. И знаете, вот как раз вот эта женщина, которая у меня была в гостях, которая пригласилась в Бали, она говорит, мой гуру, у него такое эго, вот я не так, не с той стороны подошла, он обижается, типа, два дня может обижаться. Я не то ему поднесла, ну и что дальше? Ну, еще раз, это ее путь. Я этого стараюсь не замечать, то есть я от него беру то, что мне надо брать. То есть каждый человек может делать, как он хочет делать, главное, чтобы это было, так сказать, не шло в разрез с законами. Поэтому, ну, прежде чем вот это делать, надо узнать эти законы. Незнание законов не освобождает от ответственности за нарушение, понимаете? А карма, она штука хитрая, она придет. Вот, она, ну, время. Вот сегодня мы успешными живем, мы живем с той кармой, которую мы заработали. Если мы сегодня будем делать что-то не так, знаете, как незнайка в солнечном городе. Вот, я читал очень много раз, советую почитать, кто не читал, и детям, и внукам. И вот, он там совершал хорошие поступки, ему дали волшебную палочку, кто-то помнит. А потом он решил превратить одного в осла, тот ему что-то, обидел его. Вот, у него забрали волшебную палочку, понимаете? Карма, чистая карма. Вот, я после того, как я стал все дело изучать, я вспомнил такой пример, интересный пример. Значит, ребят, я надеюсь, что... Наташа, сколько у нас времени? Нет уже? У нас осталось 3 минуты, все, да, мы заканчиваем. Я список всех, кто написал, кто попал, я вам отослала на почту, ваши данные мы написали в чат. Все, вот кто вот был в этом списке, больше никто не попадает. Они вам напишут, эти люди, если вы позволите. Да, нет проблем. Дайте... Ну, тогда все, то есть данные, которые вот все, более, никто, уже все, я надеюсь на порядочность людей. И у меня еще просьба, тут тоже одна девушка, вот я, если есть возможность, экспресс-консультацию, быстро ее сделайте. Прямо сейчас? Ну, если можно, да. Аня... Она уж очень просит ответ на свой вопрос. Аня Воронкова. Значит, Аня Воронкова. Значит, вы родились 30-го числа. Очень хорошо мне известная, правда, 0-9, а я 0-8. Вот. 30-е число, это да, это гуру. Только имейте в виду, там стоит нолик у вас еще. Стройка с ноликом стоит. Вот это нолик, это по судьбе у вас сложная судьба. И у меня такая. Вот. То есть, через тернии к звездам. Был такой фильм. Ну, вот, значит, вот такая штука у вас. Значит, еще раз, да, да, вы есть гуру. До 35 лет. Вам уже чуть больше, чем 35, да? Ну, примерно. Значит, что дальше у вас есть? Сейчас. О, дальше у вас очень серьезная штука. Дальше у вас прекрасное сочетание, я вам хочу сказать, для меня. Да, да, да. Вот. А именно. Окей. Значит, Алла. Слабый характер у вас. То есть, вас можно легко, так сказать, к ногтю. Вот. Противоположная ситуация для женщины это лучше, с моей точки зрения. Потому что мужчина лидер, он должен вести женщину. Ну, у вас уж, как бы, вам надо повышать свое «я». Вот. Дальше. У вас великолепная, в отличие вот от предыдущих людей, великолепная самооценка. Вот по-русски. Самооценка. Селф-эстим. Самооценка. Себя самой. У вас потрясающе. Вы должны быть ученым. На самом деле у вас склонность к наукам. И память у вас феноменальная. То есть, вообще-то говоря, вы должны быть каким-то сайкиком. Сайкик это, кто это сайки. Ну, который видит. Ясновидящий, типа. Психолог. Вот. Чего у вас нету? Простите, но еще раз, это данные ваши от рождения. У вас нету ни здоровья, ни энергии. При наличии слабого характера вам сложно будет общаться. Сложно. То есть, да, вы куру. Вот это ваше предназначение. Но дальше вы Марс. Девятка. Марс. Это означает, что вы за собой можете вести большие группы людей. То есть, обучение это хорошо, оно вам будет все время помогать. Но вам уже надо переходить в другой статус. Вам надо вести за собой людей. Но очень и очень серьезные рекомендации. Значит, ну как бы плавание, я бы так сказал. И энергетические гимнастики. Обязательно тай-чи. Ну, йога там, я знаю, тай-чи, возможно, тай-чи, ушу и так далее. Нет связи с родителями. Та же самая система. Нет способности к менеджменту. Не надо вам менеджменту. Но совершенно удивительное качество. Во-первых, у вас великолепнейшая интуиция. Феноменальная память. И потрясающие данные к точным наукам. Вот то, что я учил и йогу преподал. А вот это я не читал. Я хочу по ведической астрологии консультировать. Ну, пожалуйста, да. Все правильно. Все то, что вы это самое, да. Йогу преподаете. А раз вы преподаете, значит, вы в ней и находитесь. Вот это надо делать, да. Но у вас от рождения этого нет. Вы должны это иметь в виду. То есть в детстве, наверное, вероятно всего, вы болели. Вот. Я даже делал когда-то Игорь Ветров, Игорь Иванович Ветров. Я когда-то сам делал нумерологию. Причем он даже, он признал. Говорит абсолютно точно. Я вам предположил, что он, скорее всего, в детстве какие-то были травмы. И что-то это самое. Он сказал абсолютно точно. Вероятно, у вас такая же была ситуация. Вот. Так что вот это надо иметь в виду. С родителями наладить связь, если ее нет. Всеми путями, иначе, не знаю, ваше семейное положение. Но если вот такая штука у вас будет отражаться на детях. Вот. Ну вот такая штука. Ну, все. Надеюсь. Значит, так, друзья. Чего пожелать? Ну что? Сложный путь. Вот. И у Аллы 30-е нолик есть. У меня. Не надо следовать по сложному пути. Идите по тому пути, по которому вам комфортно идти. То есть у каждого свой путь. Просто надо было бы знать вот эти законы, чтобы, знаете, как... Это карта минного поля. Астрология, нумерология. Если вы не знаете этой карты, то у вас есть шанс о том, что вы там что-то пострадаете. То ли может что-то оторвать одно, может голову, можно вообще там чем-то что-то. Поэтому не рискуйте. Желательно вот такие консультации, их надо делать. Я сделал неизмеримое количество консультаций. Не жалейте на это деньги. Понимаете, вот есть такой в Москве Рузов. Так он ведический там астролог, психолог и так далее. Прочитал миллион лекций. Так он говорит, ребята, прийди на консультацию. Вы жалеете прийти на консультацию, там сколько там, я не знаю, долларов, 200 у нас стоит, да? А в то же время это судьба ваша. А на операции вы тратите сотни тысяч и десятки тысяч на операции, которые ничего не дают. Операция это механическое куда-то внедрение, которое устраняет следствие, а причину не устраняет. Ну что толку мне лечить мои бронхи, допустим, если я не изменю свое... К примеру, если это так, то если я не изменю свое отношение к некоторым вопросам. Это довольно серьезная вещь, поэтому я бы вам вот таким образом посоветовал на это обратить внимание. Ну а во всем все хорошо. И время у нас такое о том, что, значит, знаете, как это водораздел, вот это время, сложное время, но это водораздел, падает, все будет здорово. По другую сторону, ну, падать будут, вот вниз будут падать. И сегодня энергии такие, что это очень, очень сложно. И все вот эти болезни, все эти вирусы, бациллы, эти гриппы, это я знаю там по миру, я не очень слежу, но тем не менее это все-таки, да, существует. И еще один момент, последний, сам последний, все. Значит, ни в коем мере не пытайтесь никого, не пытайтесь никого осуждать. Никаких, ни террористов, ничего. На тонком плане система такова, вы берете их карму на себя. Как только вы начинаете думать о каком-то человеке или о каком-то плохо, все, вы эту карму берете на себя, и это абсолютно нехорошо. Вот, я не рассказал про Бразилию, там удивительные вещи, но это в следующий раз. Там действительно очень серьезные вещи. Маркиш, отдавайте в следующий раз, а то у нас уже следующий спиктер. Все одна. Огромная вам благодарность. Все. Я думаю, сейчас ваша почта будет завалена. Так что отбивайтесь в теннисную ракетку. Огромные шарики в день 14 у нас уже сегодня, сегодня день всех влюбленных. Короче, стрелы любви им обратно посылайте. Кстати, кстати, да. Всех поздравляю. Валентайн Дейв. Когда я там жил, не было такого дня, не было такого праздника, мы об этом не знали. Слава Богу, сейчас все знают. Так что всем любви и мира. Все, благодарю, Михаил. И сейчас Рустам представит у нас следующего спикера. А до этого я расскажу вам о том, что мы разыгрываем мою новую книгу «Нимита Шастра». Вы зайдите к нам в группу. Там сейчас есть пост. Прозыгрыш новой книги Натальи Хамитова «Нимита» или «Как прочитать знаки вселенной» в прямом эфире. Ссылочка есть. И написано все, что сделать для того, чтобы получить эту книгу. Автор самой яркой реализации получит наш приз. И совсем скоро вы в нашем эфире узнаете о том, как на самом деле полюбить себя, стать счастливой полностью. И я передаю слово Рустаму. Он представит Оксану. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Михаила. Конечно, Михаила. За его такое выступление, которым он наполнил нашу конференцию. Реально и чат, и пространство конференции прям наполнилось. Чувствуется, насколько глубина человека, насколько глубина его знаний. И реально подтвердилось в наших, во всех, то есть не в наших, а то, что он посмотрел, три человека, и они подтвердили, что это действительно так. Михаил, огромное вам спасибо, наше уважение, поклон. Поставьте сейчас в чате, Михаил, к сожалению, не видит наш чат, но я вам просто передам то, что вы ставите. И благодарю за лекцию, благодарим, спасибо большое. Информация потрясающая. Благодарим вас. Ставьте, пожалуйста, свои восклицательные знаки. Михаил, очень много благодарности вашу сторону. Спасибо. Большое-большое-большое вам огромное наше спасибо. 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 Спасибо.